А, вот он, Intel Core i5. Умный, прибавляет мощности, когда нужно. Хм, неплохо. Начать операцию захвата? Вперёд, вперёд! Эээ, вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна. Парни, это 5! Процессор Intel Core i5 с технологией TurboPost. Крутишь? И укладываешь в стакан. Ну вообще, полный улёт! Это электронная почта. Оооо! Как? Проводов нет. Я в интернете. Производительность увеличивается автоматически. Процессор Intel Core i5 с технологией TurboBoost. Партнёр турнира – компания Western Digital. Друзья, всем ещё раз привет. Для вас комментирует Украинстар. У нас третий матч и первая игра между соки и кассом. И карта снова. Платошек ураз. Касс появляется справа, соки слева. Средние такие респауны. Ну, плюс, наверное, для протаса, потому что есть эти камушки. Вот. И очень просто атаковать здесь колоссами. Чем более, что узкий проход. Вот. Но это, если террин ошибается. Ну, такое. То есть, перехалявливает. Если перехалявливает, то вот этот вот проход, он служит просто стопроцентной победой. Вот. Если нет, то очень сложно пробить, потому что, опять же, тут ставятся танки. И зайти, ну, не получится никак. Ну, что мы видим? Ну, никто не собирается рисковать. Опять же, какого смысла никакого нету. Да, да. Ну, замечает сразу же Касс. Нет, он все-таки не замечает. Я думал, что он заметил по траектории пробочки. В общем-то, которая очень правильно ехала. Нет, он все-таки через шифт отправляет свою КСМ-ку. Замечает. Повезло ему сразу же. Помидора... Ну, по крайней мере, и вот Помидора чаще всего, вот, он делает сталкера. Да, вот он сталкера делает под бустом, но ошибается, друзья. Помидор... Ой, Помидор, говорю, соки, извиняюсь. Он заказывается в центре уже после того, наверное, как секунды три поработал буст. Не знаю, честно говоря, почему с центра и вот Прокс и Пилон, друзья, ставятся от соки. Наверное, это какой-нибудь 4-гейт-пуш будет, потому что и делаются одновременно бусты на кибернетку. Почему-то всего лишь два барака, и с двух бараков ничего не получится сделать. Это однозначно. Вот. Но какая-то задумка у соки есть. А возможно, Билон просто ставится заранее, как бы, да, то есть тоже такие есть варианты, что заранее ставят на меню оппонента. Тут небольшой налом снова от Касса. Он по-прежнему пытается наломиться Мариносом, Мародёром и КСМ-кой. Будет ли готов? Да, готов будет к этому. Нет, посмотрите, что его в центре делают вот здесь вот. Зачем она контролирует эти камни? Нечем ему обороняться на рампе. Так, так, так. Отбиться он сможет, но потерял Зилота, можно, честно говоря, было его и не терять. Интересно, неужели убьёт? Нет, не убьёт Сталкера. Хорошо проконтролил сейчас Лаки. Вовремя он кинул Филд. Да, и эти четыре пробочки всё-таки добивают Мародёра. Мародёр ещё один подходит, а его-то уже убивать нечем. Да, наконец-то варп Сталкеров. Никак он не хочет терять этого Сталкера, и я думаю, что не потеряет. Что скорость у него больше, чем у Мародёра. Да, минус Мародёр. Ничего он не сделал, он его разве что заставил погоняться пробками. Есть уже локация у Кассы. Илон, никто его не убил, никто его не заметил. Да, и всё-таки не решается Соке пойти в пуш, он ставит локацию. Тогда я не совсем понимаю, зачем было делать центр в самом начале. Зачем её было пасовать вот сюда вот. На патруль, тем более ещё. Это как бы очень странно, на самом деле. Локация будет у него намного позже. Смотрим сейчас на рабочих. 29 на 26, но пока обережает Соке. По крайней мере, это ненадолго, потому что кидаются уже, мол, с двух локаций. Строятся абсолютно... Ну, КС-амки тоже с двух локаций. Сложновато будет, конечно. Сейчас Соке с такой экономикой. Потому что локацию он только-только вот поставил. Небольшой налом, но два бункера и никаких шансов. Да, и ещё и теряет Сталкера. Даже одного Сталкера, наверное, и второго сейчас потеряет. Нет, всё-таки выживает Сталкер. Но опять же, непонятное вот такое решение от Соке сейчас. Непонятный налом. Ты же видишь, что два бункера и пытаясь наломиться такой небольшой группой. Это очень и очень странно. Сумеречный совет. Да, включаем. Ну, продолжает. Продолжает Сталкер. Вот как и с Шоу, он продолжает играть. Так и с Касом. Играет он именно через Сумеречный совет. То есть с ней идёт он в начале в Колоссов. Хотя видим, что Роботикс есть. Но вот он чисто для сервера, наверное, его сделал. Не строится ни иммортала. И если бы он пошёл в Колоссов, то не нужно бы так рано ему был Сумеречный совет. Возможно, сейчас обманет немножко Соке своего оппонента. Увидит Кас, что есть там серверы. И подумает, что да, там Колосс. Но Колоссов здесь не будет. Тут... Угу, Тарк Темплары. То есть снова продерживаются свои стратегии Соке. Довольно ранние Тарк Темплары. И есть пилоны, самое главное, откуда варпать их. Бежать здесь не так уж и далеко. Попытка дропа, наверное. Четыре гелиона, вот... Нет. Всё-таки будет три гелиона всего лишь. Хотя нет, четвёртый есть гелион. Да, вот почему-то тупанул Кас здесь. И строится призма искривления. То есть, мало того, что будет попытка дропа Темпларов с этого пилончика, тем более, что в Касе здесь ни одной туретки нету, то, скорее всего, будет ещё и развод призмой. Будет одновременно дроп призмой вот сюда куда-нибудь. И одновременно налом с этой стороны Темпларов. Мы видим, что Каса сейчас выходит. У Соки здесь фактически нечем отбиваться. Да, дроп не удался. Минусуется дроп. Ничего, он вообще даже не успел выгрузиться. И Кас прям написал. Это неожиданно, наверное, для него это было. Поехала КСМ-ка на разведку пилонов. Этот пилон по-прежнему... Нет, это не разведка была, это локация была. Вот так вот. Кас ставит с ртлокацию. И как могут его сейчас наказать этим пилоном? Локация не прикрытая вообще. Но опять же, здесь, смотрим, у Каса расцветки нету. Только... Да, вот тут нарезает Тарк Темплар. Он кидает единственную просветку. Здесь Тарк Темплар есть. Неплохие нарезы делают из мародеров. Бифштекс. Да, ну пробки-то все теряются. Зачем же туда было? Нужно было вот сюда их по этой траектории вывести. И теряет абсолютно всех пробок сейчас Соки. Да, и, наверное, локацию тоже он потеряет. Да, теряется локация. Плохой размен, на самом деле, для Соки был. Он убил здесь не так уж и много КСМ-ок. И потерял целую локацию и всех дронов на ней. Друзья, ну вот так вот бывает. Не достроил юнитов, перехалявил. Слишком быстро он вышел в Темпларов. Да, не получилось ничего. Да, продолжает нарезать. Дронов тут уже, правда, достраивается. Это редко. И начинают они ее чинить. В какой смысл чинить, если нет атакующих юнитов? Вот добегают Мариносы. И здесь тоже двойные разводы. Дарк коцает пристройки. 32 на 41. Все равно опережает кассу. Ничего уж здесь не сделать, потому что уже есть туретки. И вот последний Дарк остается, которого тоже сейчас убьют. Тем более вылетает Рэйвен. Да, минус последний Дарк. Дарков больше нет. Хотя нет, есть один Дарк. Третью локацию до сих пор никто не заметил. Да, пилон все-таки он наверх. Обзора нету. У него здесь Соки не ходил. Сталкер. Хотя можно было попытаться пройти, разведать. Но уже слишком рано поставил локацию. И не ожидал просто этого Соки. Он настраивает свою локацию, свой Нексус. Но видим, что войск у него фактически нет. У кассы огромнейшее количество войск. Смотрим на лимиты. 97 на 60. Тем более, что весь лимит фактически здесь в пробках. Есть что здесь? Грейд. Ну, плюс один пока грейда не было. Строится Иммортал. Под варф небольшой Сент-Рейд. Но не сможет он отбиться, потому что танки, во-первых, танки... Ну, да, танки без засады, между прочим. Но я думаю, не нужно даже осады им против такого количества войск. Всего лишь две центры. Центры они могут поставить на один раз всего лишь филды. И после этого просто аннигилирован будет протез. Смотрим, что они сливаются сразу же в одну секунду. Все зелоты. Джи-Джи пишет соки. Ну, даже не кинул он филды. Честно говоря, в то время, когда он играл эти игры, он куда-то спешил. Он писал. И... Очень сильно, наверное, отвлекался. Потому что... Ну, не сконцентрировано. Он играет это очень сильно заметно, друзья. Ну что ж. У нас... Следующая карта. Опять же, играет... Сокки и Кас. Карта... Зел, Нага, Кевенс. Снова стоп-старт. Снова стоп-старт.